Сегодня в программе Указывая путь Когда вы даете для того, чтобы что-то получить Вы уже получили свою награду Бог доверил нам Наше тело Наши деньги Наше время И наши дары Для Бога И ради Бога Когда вы жертвуете перед Богом Ради праведности Вы получаете неописуемую Вечную награду Сегодня в программе Бог доверил нам наше тело Наши деньги Наше имущество Наше время и наши дары Все это дано нам, чтобы мы использовали это Для Бога и ради Бога Проблема всегда начинается Когда мы начинаем думать Что все это принадлежит нам Будь то человек Общество Или целая страна Девятая глава первого послания Коринфянам Посвящена тому, как мы управляем тем Что Бог доверил нам В прошлой проповеди мы видели Что апостол Павел говорил о том Как управлять нашей свободой во Христе И он сказал, что от того, как мы управляем Своей жизнью И тем, что Бог нам верил Зависит наша свобода во Христе Наша свобода во Христе Включает в себя и то, что мы должны Учитывать немощи наших братьев Ближних Девятую главу очень легко поделить на две части В стихах с первого по четырнадцатый Павел приводит шесть причин Почему мы должны посвятить себя Делу благовестия Я буду сегодня много раз повторять слово благовестия Пока вы не поймете, что я имею в виду Шесть причин, по которым мы должны поддерживать Евангельский труд Всего шесть Затем в стихах с пятнадцатого И по двадцать седьмой включительно Во второй половине главы Он показывает основную причину Почему мы должны бежать, как на ресталище, чтобы победить Ну, во-первых, он приводит шесть причин Почему у нас нет другого выбора Кроме как правильно распоряжаться тем Что нам верено Итак, это причина номер один С первого стиха и по шестой Поддерживать дело благовестия Поддерживать евангельский труд А вот что должен делать истинный управитель Далее, во-вторых, он говорит в седьмом стихе Что поддержка служения евангелия Помогает освободить служителей для служения Ну и в-третьих, с восьмого стиха По одиннадцатой включительно Он говорит, что жертвовать на служение евангелия Это очень даже по-библейски Об этом говорится повсюду в Священном Писании Четвертая причина Апостолы практиковали это и учили этому Пятая причина Тринадцатый стих Поддержка служения благовестия Это Божие установление И шестая причина Иисус повелел, чтобы мы жертвовали на дело благовестия В первом послании к коринфянам Павел говорит самим коринфянам Почему они должны поддерживать евангельское служение Итак, идем по списку Потому что евангельское служение приносит вечные плоды Благовестие Производит мужчин и женщин Которые переходят из ада в рай Благовестие производит измененные жизни Оно производит исцеление сердец, которые были разбиты Евангельский труд производит христиан Которые становятся учениками и затем обучают других Павел указывает на самих коринфян Вы доказательство продуктивности этого служения Вы печать эффективности моего служения Моего благовестия среди вас Поэтому вам нужно поддерживать труд Евангелия Хотя сам Павел говорит, что он сам не просит их поддержки И мы к этому еще вернемся Посмотрите седьмой стих Ваше даяние освободит служителей для служения Он сказал, что точно так же, как солдат не обеспечивает себе пайки Так не должен себя обеспечивать и воин-пехотинец в армии Бога Подобно тому, как земледелец, который сажает виноградник Наслаждается плодами своего виноградника Так и тот, кто насаждает Божий виноградник Как пастырь стада пьет молоко из стада Так и духовный пастырь имеет право питаться от стада В-третьих, с 8 по 11 стих Поддерживать служение это по-библейски Здесь апостол Павел цитирует второзаконие «Не заграждая рта у вала молотящего» Вот вам моя личная интерпретация данного стиха Не нужно жертвовать тому, кто кричит громче всех Жертвуйте туда, где вас духовно питают Несите ваше даяние туда, где вас духовно кормят Ободряют И где вам бросают вызов Таким образом, вы своим даянием благодарите Господа Так что жертвовать на евангельское служение Нужно также для того, чтобы заботиться о том Чтобы другие получали пищу Были ободрены И чтобы им был брошен вызов Но это еще не все Только верующий, получивший хорошую духовную пищу Поддерживает тех, кто дает ему духовную пищу Когда вы жертвуете в пользу библейского здравого служения Вы не просто покрываете какую-то нужду Но даете напрямую Богу Вы даете напрямую Богу В Библии сказано, кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать В Писании сказано, что кто сеет скупо, тот скупо и пожнет А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет В-четвертых, все апостолы это практиковали Это уже 12 стих Хотя Павел сознательно решил не получать поддержки от коринфян Я сейчас объясню, почему Но в Деяниях 16 главе мы видим, что он получил поддержку от верийцев А также он получал поддержку от фессалоникийцев Филиппийцев и Македонин А почему же не от коринфян? Потому что Павел знал, что в этом конкретном случае, в случае с коринфянами Если бы он получил поддержку от них, это помешало бы Евангелию Он был в этом убежден И Павел сказал, что хотя это его выбор не получать поддержки от коринфян Другие получили поддержку от коринфян И он сказал, что это для них вполне нормально В-пятых, это Бог установил данный тип управления Это уже 13 стих Дело в том, что священники в храме в Ветхом Завете жили за счет того, что люди приносили в храм свои десятины пожертвования Но даже задолго до храма, задолго до священства литов, задолго до того, как был дан закон Моисеев Десять заповедей и все такое Задолго до этого Авраам принес десятину не от своего дохода, а от всего своего имущества Он принес ее Милхиседеку, который был прообразом Христа, великого первосвященника Шестая причина — это то, что повелел делать Иисус Вы знаете, что когда Иисус послал 70 своих учеников Он послал их подвое И он сказал в Евангелии от Луки 10 главе 7 стихе «Трудящийся достоин награды за труды свои Они получат поддержку, верно служа стаду Божьему Благословляя других, они и сами будут благословлены» Ну а теперь я перехожу ко второй половине этой главы В христианской жизни мы бежим, как наристалищем И здесь тоже важно то, как мы распоряжаемся тем, что доверил нам Бог Это было важно для Павла и должно быть важно для каждого верующего Павел говорит «Я готов пойти на все, чтобы привлечь людей ко Христу» Вот почему в 24 стихе Павел призывает всех верующих бежать, как наристалище Бежать, чтобы победить А как это делать? Ограничивать свою свободу посредством самоконтроля Ох уж этот самоконтроль Это еще одно слово, которое сейчас не популярно А ведь так? Ограничение нашей свободы через самоконтроль Самоконтроль Почему же так? Да потому что те, кто побеждают в Боге, не превращают свою свободу в лень Потому что те, кто побеждают в Боге, понимают, что распорядитель должен проявлять самообладание Поэтому Павел приводит нам в пример спортсмена Давайте мы прочитаем это местописание Он говорит коринфянам о спортсменах, потому что они понимали, что такое спортсмены Коринф принимал истмийские спортивные соревнования Истмийские игры После Олимпийских игр они были самыми известными И коринфяне понимали, что Павел имеет в виду Потому что они своими глазами видели, как тяжело эти спортсмены трудились, чтобы хоть что-то выиграть И все же, из большого количества спортсменов побеждает только один Вы понимаете? Выигрывает только один Итак, Павел говорит, что в нашем христианском забеге мы не соревнуемся друг с другом Мы не соперничаем друг с другом О нет! Мы соревнуемся с препятствиями Мы соревнуемся с искушениями, с которыми сталкиваемся Мы соревнуемся с врагом нашей души Потому что Бог не просто хочет, чтобы один из его детей был победителем Бог желает, чтобы все его дети были победителями Абсолютно все Каждый должен быть победителем И это желание его сердцем На истмийских играх на победителя надевали сосновый венец Венец, сделанный из сосны Спортсмен так много трудился Тренировался весь год Прикладывал все силы Чтобы получить вот такой вот венок Этот тип венка не стоил в то время ничего Но для спортсмена Он представлял Слабо Признание и почитание героя Эти спортсмены были увековечены Но послушайте Этот вид бессмертия Был столь же смертен, как и венец И как спортсмен Все умирают Венец завянет, рано или поздно умрет И сам спортсмен Но верующие в Иисуса не бегают За недолговечным венцом Который буквально умрет Через несколько недель Вот и все Он просто развалится на части О нет, не это наша цель Это не для нас Верующие в Иисуса не стремятся К кратковременной славе Нет Верующие в Иисуса Бегут не ради кратковременного одобрения Но мы бежим за венцами Которые нетленны в поистине Бессмертной, вечной жизни Чтобы ученик преуспел Он должен много учиться Чтобы спортсмен выиграл Он должен много часов тренироваться Чтобы художник стал успешным Требуются долгие часы практики Но для того, чтобы верующий Жил жизнью, которая выше посредственности Мы должны жертвовать всем Даже тем, что нам близко и дорого Чтобы верующий мог жить жизнью Эффективного свидетельства Необходимо соблюдать духовную дисциплину Так давайте еще раз взглянем на спортсменов Спортсмены знают, что для победы Они должны ограничить свою свободу Они должны дисциплинировать свой сон Они должны дисциплинировать свою диету Они должны дисциплинировать свою программу упражнений Единственное, что спортсмен не может себе позволить Это жить чувствами Спортсмены не могут позволить своему телу Указывать разуму, что им делать И все же это то, что сегодня делают многие верующие в Господа Иисуса Христа Они позволяют своему телу диктовать своему разуму, что им делать Я не хочу молиться Мне не хочется изучать Слово Божие Я не хочу ходить в церковь А я не хочу служить Я не хочу свидетельствовать Я не хочу жертвовать Слово Божие снова и снова Обещает нас Точно так же, как спортсмен в этом месте Писания Подобно спортсмену Мы должны позволить нашему разуму Указывать нашему телу, что делать Только так, а не наоборот Точно так же, как спортсмен не может позволить своим чувствам Руководить своим умом Так и верующий Точно так же, как разум спортсмена руководит его телом Так должен делать и верующий в Иисуса Скажите «Аминь» Ну а почему так? В 27 стихе, последнем стихе этой главы, говорится Почему? Павел говорит Я делаю это, чтобы самому не оказаться недостойным Чтобы мне самому не оказаться недостойным Некоторые считают, что Павел здесь говорит Чтобы мне самому не потерять свое спасение Но никого из вас не удивит, что я придерживаюсь другой точки зрения Если мы говорим об истинно верующих А не просто о тех, кто называет себя христианами Если мы говорим об истинных верующих Тогда я считаю, что Писание очень ясно говорит нам о том, что спасение Для истинно верующего Запечатлено во Иисусе на всю вечность А когда истинный верующий упорствует во грехе У Бога есть способ дисциплинировать истинного верующего Помните в пятой главе Павел говорил, что может даже дойти до того Что Бог лишит человека жизни, чтобы спасти его душу Вот как серьезно Бог относится к своим поистине усыновленным детям У него есть способ вернуть вас к себе Любыми доступными способами Я знаю, потому что и сам делал так же Писание очень ясно говорит, что ничто не может нас разлучить Речь идет об избранных Богом Ничто не может отделить нас от любви Бога Даже если ему придется тащить вас назад спинками и криком Послушайте Я думаю, что именно поэтому жизнь Некоторых христиан похожа на синусоиду Именно поэтому они живут в вечном поражении Некоторые верующие похожи на спортсменов, которые начинают с большим энтузиазмом И желанием победить Они много трудятся, серьезно начинают тренировки А затем теряют интерес и прекращают гонку веры Позвольте мне спросить вас Может, вы пришли к ощущению, что вы просто не можете больше участвовать в забеге И лишаете себя права на венец праведности, на венцы, приготовленные для верующих Может, вы уже отказались от гонки Прекратили свою программу духовной подготовки И слушаете дьявола, который говорит Ну что ж Теперь ты потерпел неудачу Просто оставайся таким вот неудачником Ты больше не сможешь никогда встать А он лжет вам И сегодня я хочу сказать вам на основании Божьего Слова Возвращайтесь к тренировкам Вернитесь на дистанцию веры Вернитесь к программе духовной подготовки Потому что Бог желает, чтобы вы победили Скажите это вместе со мною Бог желает, чтобы вы победили Я буду победителем Бог в вашей группе поддержки Бог желает, чтобы вы стали победителем Бог желает, чтобы вы победили во имя Иисуса Субтитры создавал DimaTorzok